Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня мы отправляемся в чарующий мир русской народной раздольной песни, музыки, танца, всего, что делает нас с нами. У нас в студии Евгений Щепилин, руководитель ансамбля русской песни «Китиш», баянист, лауреат Всероссийского конкурса молодых исполнителей. В свое время работал в ансамблях «Дубрава» и «Братина», а также Сергей Брянский, где вы пересекались, я так понимаю, в этом коллективе. Сергей еще и долгие годы работал в Государственном академическом русском народном хоре имени Пятницкого. Здравствуйте, господа! Здравствуйте! Друзья, вот, ну, понятно, что вы в шикарных костюмах пришли, сейчас, наверное, ваше время, когда мы полностью повернулись внутрь, да, пытаемся понять свои корни. Ну, я думаю, что русская народная песня всегда на должном уровне представлена. Но не могу все равно не адресать вопрос, почему русская народная, почему не поп, не шансо? Ну, как, почему? Потому что, как бы, баян, он изначально, вот, у меня лично был, ассоциировался все-таки с народной песней, и он, как бы, больше в народе народный инструмент. У Сергея тембр, голоса, опять же. Но Сергей, наверное, может и Битлз, если нужно спеть, если заставить, при желании. Ну, я, кажется, и оперетту пел, и Битлз, и шансоны, ну, все-все-все, все, что... Жить, она, как всегда, свои коррективы. Ну, вот вы соединились, да, и получился у вас такой сейчас... Ну, вот сегодня, по крайней мере, у нас мы, сразу же скажу, раз люди в костюмах, раз есть инструменты, вы не все инструменты еще видите, в конце первого отделения, в конце второго отделения нашего интервью-концерта обязательно музыканты выступят. Но как у вас ваш творческий союз состоялся? Ну, творческий союз у нас начался где-то в 2000 году, не где-то, а в 2000 году мы познакомились. Миллериюм, как тогда говорили. Да, прямо вот отпраздновали, да, нашей встречи, это событие. Ну, и вот с тех пор мы работали в одном коллективе, потом немножко было разъединение его, и начали все-таки здесь тоже. А учились где? Вот вы же, я так понимаю, по классу баяна учились? Да, я закончил «Октябрьская революция училища», сейчас это Шнитке, институт музыки Шнитке, он уже был колледжем, именно Шнитке, когда я уже заканчивал его. Ну, до этого музыкальная школа, по классу баяна. То есть вы прям шли в баяна, просто делал то, что по классу баяна там многие идут, но потом как-то это все и заканчивается классом. А вот вы пошли дальше. Да, потом становится композиторами известным. Нет, нет, ну это через какое-то время. А вы, Сергей, как? Пение это же? Ну, я, кстати, вот мы, правда, в разные года тоже, я Шнитке оканчивал по вокалу, вот, и... Ну, и потом хор Пятницкого, и потом уже вот... Слушайте, вот я всегда хотел понять, вот для нас такие, Березка, хор Пятницкого, какие-то там республиканские, я имею в виду республики разные, знаменитые, эти вот какие-то невероятные коллективы, вот мы это воспринимаем, что-то такое сверхъестественное. Но это же такой вот тяжелый труд, вот это петь в хоре. Что такая работа, петь в хоре? Пришел, как-то потенировались, распелись, а вечером поем? Как это происходит? Ну, иногда и... Это же не так, как вот, да, вот, певец вышел, поехал с концертами, да, сегодня можно петь и, в общем-то, и без голоса, да, просто фонограммочку поставил, да, вот, и нормально. И, кстати, все будут, знаете, будет нормально, а вы же хор, вас слышно должно быть. Да, да, нет, ну, там, да, там все вживую, естественно, там, то есть, четыре уха включаешь, чтобы не они, концов не оставлять. Когда там снимается, то есть, в принципе, да. Сколько человек, вот вы пили, самый большой вариант, когда... У лихор, там был человек 45, вот так вот. 45 человек, и сразу все поют, ну, там разложено на голоса, какие голоса, естественно, работали. Я в тенорах стоял, вот, и поэтому там, естественно, женские или мужские, там, тенора, баритоны, басы. И вам за это обладели зарплату? Да. Приходишь, получаешь... Вот, я думаю, что, в принципе, это как любая деятельность. Да. Это не то, что тяжело или легко, это просто деятельность, когда ты приходишь, разучиваешь партию, все это учишь, ходишь там в бухгалтерию, да. Ну, да, просто люди понимают, ну, вот первый такой, ну, в хоре поет, ну, что там, да. А это же для здоровья, во-первых, какая работа сумасшедшая. А если вот уже говорить о вашем сегодняшнем творческом союзе, да, то это еще и поиск репертуара, выстраивание какой-то своей тактики. И понятно, что в русской народной песне вы, наверное, можете уже все. Я в том смысле, что даже, наверное, интересно, может быть, я не прав, вам и найти что-нибудь новенькое такое, да. Вот. Но у вас выстраивается какое-то направление. И главная задача – это понравиться кому? Зрителю. Есть же такая задача? Вот вы чувствуете иногда, что что-то сегодня мы как-то... Не берем его. Зал какой-то холодный. Вроде все хорошо, а... Ну, да. Не, ну, бывает, но на самом деле вот у меня был момент, когда мои коллеги, кто-то, с кем я выступал, они обиделись на меня. Я даже не знаю, может, даже в зале кто-то обиделся, потому что когда я сказал, что я выступаю в данном случае на концерте, я выступаю для себя. Я получаю от этого удовольствия. Ну, вы будете удивлены, так получилось, я со многими общался, с рок-музыкантами, с рок-музыкантами, с разными людьми, задавал многим вопрос. И зачастую мне так и отвечали, ну, особенно такие уже, знаете, маститые, вот они мне говорят, да, я для себя, мне, в принципе, вот то, что поразительно говорит, но вот мое искусство кому-то нравится. Поэтому это нормально. Другое дело... Отдача, отдача. Другое дело, что посмотрите, любое кино, там, советское, старенькое, когда баян играет, ну, разве можно усидеть? Ну, разве можно? Да, да, да. Как можно не зажечься вот этой музыкой? А тем более под баян еще и петь. Вот, кстати, Сергей, инструментальщиков же очень много в русских народных направлениях, вообще вот в фольклорном, скажем так, направлении, да? Вот, но не под каждого же можно петь. Наверное, как-то друг друга заряжать должны, попадать. А, в смысле, общаться? Да, сотрудничество. Ну, в принципе, да, вот это... Аккомпаниатор – это тоже, там, довольно-таки сложная профессия, потому что иногда вот... Если он идет вперед, это плохо, если он сильно далеко, тоже плохо. Ну, он должен поддерживать, меня подавать какую-то энергию, то есть, чтобы у меня было желание что-то показать. А то так возьму и не выйду, скажу, не хочу себе. Вообще петь тяжело, вот, в разной истории рассказывать, тем более, когда это профессия с горлом, там, и так далее. Вам молоко доплачивают за работу? Бесплатно дают? Это уже я там байку расскажу, что... С горлом, не с горлом, там, вот, когда кто-то выходит, там, мы уже меж самим, меж собой. Ну, что-то, миссия не голоса, нет. Да, с голосом любой дурак споет, ты без голоса споет. С горлом споет, да, да. То есть, это уже, естественно, да, бывает, что и на сцене какие-то там, раз там, что-то, ах, цепанул по связкам. И вот тут уже начинаешь что-то придумывать уже чисто... Профессионально. Да, профессионально, чтобы как-то спрятать. То есть, что-то, какие-то вот свои огрехи убрать, а... Ну, это уже, как бы... Ну, да, это профессионализм, и вот важно понять, что публика бывает разная. Вот, мы же понимаем с вами, что вы наверняка во многих выступаете, ну, в мероприятиях, и свои какие-то концерты даете. Где-то кто-то так, может быть, ждет какую-нибудь эстрадку, а тут нам надо пережить баян. Да. Вы понимаете, что вы выходите явно на... Ну, не то, что там к вам как-то... И вдруг вы чувствуете, я сейчас им как дам, и вдруг зал зал залежает. Это же здорово, когда три минуты назад они сидели, еще что-то там куняли, а тут раз, и пошла жара. Так же бывает? Ну, конечно, бывает. И вот удивительно было, когда мы выступали перед молодой аудиторией, там, ну, вообще, какие-то мальчики и девочки были. И я даже не знал, чем это все закончится, как это все будет происходить. Ну, вот это удивительно. Они прям так завелись, прям начали петь эти, ну, какие-то, знаете, очень уж популярные песни, типа, «Виновата ли я», «Девчонки там». Ну, как всегда, по-первыхому, две строчки помнят уже хорошо. И они искренне пели, вот, в чем я, это не то, что это был какой-то... Ну, давайте мы сейчас придем эксперимент, у вас есть возможность закрыть наше первое отделение, вот, и перед тем, как отправиться на паузу, какую мы первую песню исполнишь сегодня, что это было, чтобы зрители подпели вам? Я думаю, что будет русская песня, «Веселая». Веселая, как называется? «Расчешу ли я головушку». Ну, народ отлично подпоет. Народ как поет? Народ не подпоет, ну, он просто послушает. Народ будет подпевать, потом записи посмотрят и подпоет. Да, несколько раз, если послушать. Итак, мы приглашаем наших гостей, сейчас они исполняют эту песню, а потом вернемся в студию и продолжим. Расчешу ли я головушку, расчешу ли я кудрявую, эй, требуйная головушка, разгуляйся ты на волюшке. Расчешу ли я головушку, расчешу ли я кудрявую, эй, требуйная головушка, разгуляйся ты на волюшке. Расчешу ли я головушку, расчешу ли я кудрявую, эй, требуйная головушка, разгуляйся ты на волюшке. Что не смотрит, не покажется, ко мне милая не ластится. Знать другой по нраву стал, знать другому доверяется. Расчешу ли я головушку, расчешу ли я кудрявую, эй, требуйная головушка, разгуляйся ты на волюшке, эй, требуйная головушка. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня говорим о русской народной песне, о наших фольклорных друзьях, которые пришли сюда в студию. Евгений Щепилин и Сергей Брянский. Ансамбль русской песни «Кичиш». А вот название, почему, что это в переводе означает, напомните нам, есть вообще какое-то значение этого? Китиш есть, конечно. Китиш – это мифический город такой был на Руси, который, дабы не сдаваться монголы-татарам, ушел на дно озера. Светлая, насколько я помню. Вот. Но тут стоит отметить, никакой смысловой нагрузь нет в том, что я придумал это название. Мне просто Китиш запомнился, что-то с детства, как вот слово такое русское, такое прямое. Ну и слово, в общем-то, достойное с точки зрения того, что произошло, если не напрямую это воспринимать, а именно по характеру. Не сдалось. Поэтому вы не сдаёте, если вы идёте вперёд. Мы не сдаёмся. Да, вы идёте вперёд. Ведь всё равно, как бы там, чего не говорили, наверное, трудно иногда пробиваться, да, через какие-то... Ну, во-первых, вы прошли уже большую школу, да, вы, наверное, многое умеете. Вы, наверное, знаете хорошо конъюнктуру рынка, как говорят сегодня. Часто вообще приглашают или иногда бывают какие-то простои? Как относитесь сейчас к русской народной песне? Нет, ну, относились и относятся, и я надеюсь, что будут относиться хорошо. Потому что это как бы наше... Ну, вот за столом что поёт обычно? Да. Русский народный. Ой, мороз! О, да, да. Не современная эстрада, ничего. Вот я сколько был, ну, думаю, молодец. От современного танцуют, наверное, хотя и под баян можно, наверное, сплю. А поют, да. Ну, так и если и современные, так можно петь. Да, ну, молодец, не помню. Тем более, если пригласить вас, человек, который наверняка знает уже все основные песни, и который знает второй куплет, как минимум, да, то это вообще замечательно, потому что обычно первые споют, и рассыпалась компашка. Нет, вы знаете, вот на самом деле, вот мы вот раньше, вы сказали, что знаете русские песни, наверное, все, ну, и что русские, что популярные песни, все невозможно знать. Поэтому это вот нет предела совершенства, и постоянно надо что-то, вот я узнаю, я лично узнаю многие песни, многие... То есть, что для вас, как вот, премьера песни, да, то есть... Песни просто миллион, миллион песен. То есть вы ищете, и они сами как-то приходят? Ну, кто-то спел иногда, кто-то что-то вот сказал. По настроению иногда, да, даже был случай, выходим, выступает там, публика, и ведущий объявляет, там, т-т-т-т-т-т, и обратно идет, и мы выходим, и я говорю, ну, что поем-то? А мне шок, у вас часовой концерт, у вас часовой концерт, вы не знаете, что петь? Я бы сейчас выйдем, узнаем. Да-да-да-да-да. Ну, тут очень важен еще такой момент, что вы же чувствуете публику, это когда первый раз человек выходит, да, вы же наверняка знаете, вот здесь надо немножко погорячее, здесь можно что-нибудь поплакать, здесь можно еще что-нибудь и так далее. Вообще ведь народ, он, опять же, вот помните, был период такой, когда кассеты заканчивались, а появились диски, и везде можно было найти застольные песни. Народ включал песню, там идет тема, да, и они под нее и поют, потому что удобно. Это было, и если будет, оно никуда не исчезнет. Ну вот что. Вот другое дело, что хорошо, что вы находите что-то новое, то, что можно, кстати, за свое выдать, сказать, что вот мы написали песню такую. Сами-то пишете песни? Мы не занимаемся. Нет, свои песни пишете? Ну, я... Пробует, пробует. Да, пробует музыку писать в соавторстве с поэтами, там. Ну вот они есть, да, да, да. Они есть, как бы, песни, но они пока еще никуда не уходят, потому что, ну, как вот вы спросили, сложно ли? Ну, конечно, сейчас сложно. Сейчас много, ну, талантливых музыкантов, талантливых коллективов, и молодых коллективов, и на поисках готовых вкладываться в свое развитие, вот... Пробиваться. Да, да, да. И поэтому, конечно, рынок... Ну, с одной стороны, это и конкуренция, это и заставляет и вас, как бы, сейчас мы сейчас выйдем, и так... И тут для артиста это важно понять, что все равно энергетика существует. Ты можешь... Ведь есть же, да, Сергей, люди, которые поют прекрасно, идеально, а энергетики ноль, вроде голос есть, вот он... Холодный, так сказать. Вот не, да. А есть, я не знаю, там, из стареньких, не наших еще, Ив Монтан какой-нибудь, или наш Марк Бернес, да, это когда вроде и голос-то мне не зовешь, а за душу как берет. А если еще человек умеет петь и за душу берет, это вообще... Да, конечно. Вот и хочется слушать, слушать и слушать. Вообще, я спрашиваю всегда у музыкантов, можно ли любого человека научить играть на инструменте, это вам вопрос. А вам вопрос, можно ли любого человека научить петь? Или все-таки это... И надо иметь какие-то данные. Я вообще занимаюсь обучением в Доме культуры, работаю в Новой Москве, в Коммунархе. И я занимаюсь с детьми. Но не только с детьми, и у меня два ученика есть, вот один постарше, то есть 20 лет ему, и один нашего возраста, который пришел заниматься, пришел заниматься на баяне. На баяне, почему? Я на инструментах на разных, но вот на баяне. И вот он занимается, делает успехи. Я считаю, что труд вообще, в общем, основополагающий, да, 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 для этого занятия, если человек хочет, хочет и добивается. Ну, как обычно говорят, что такое талант? Талант. Есть просто труд. Какая-то предрасположенность есть, какая-то хорема. Если бы он не хотел, да, вот не хочет человек, ему говорят, там, в 40 лет, иди, играй на баяне. Да я не хочу. А вот если хочет, то, наверное, получится. И при хорошем, кстати, руководителе, может это получиться. Никогда не поздно начать. Другое дело, что надо хотеть, и тогда это получится. А вот про пение, Сергей Вова, вы же видите, поют везде, поют от электрички, заканчивая телевизионными конкурсами. Вот почему-то у нас про пение, на пианино, на баяне никто сразу играть не начинает. Два петь, все сразу начинают. И думать, что это так просто и легко. Ну, это совершенно, причем настолько сложно научить. Я почему-то всегда боюсь, брат, кому-то учить, потому что на баяне, смотришь, палец не так поставлен. Здесь не так. А туда-то внутрь не заглянешь. Да, это прям медицина. Да, это изнутри как работает. То есть внутрь не заглянешь, что там надо. То есть это чисто. Попробуй так, попробуй так. То есть как бы подбирать. Поэтому, ну, если данные какие-то есть у человека, большой голос только, раскрывать, разбегать. Просто можно как-то варьировать, какие-то подбирать репертуар, подбирать какие-то под голос человека. А помните, раньше даже была теория, что если человек поет, что для здоровья хорошо. Просто поет. В конкурсе проходили, там чуть ли не в ванной комнате, кто громче поет. Нет, это вот как раз вот я... Вот это гимнастика знаменитая. Да-да-да. Встреча. 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 Нет, это вот я как раз... Ну, в принципе, да. Одно время что-то у меня была аллергия, как выяснилось. Ага. Астматическая. А мне, говорит, внуки... Мне врач пришел, говорит, на руке астма. И мне дали эту пырскалку. Она, говорит, это самое... Чем, чем ты можешь? А я говорю, пою. А, говорит, хорошо. Вот это... И пой. Ну, потом сразу слава богу, все прошло. То есть там... Ну, вот видите, значит... Нет аллергии было просто на... Ну, все равно. Реакция была вот астматическая. У меня был в тот момент, да. Ну, вот мы идем в завершение, потому что у нас будет второе концертное отделение, вторая будет песня звучать в финале нашей сегодняшней встречи. Но все-таки ансамбль. Вы сказали, что на многих инструментах играете. Есть у вас планы какой-то его расширять, еще приглашать. Либо вот пока так вот и будете трудиться, как трудитесь. Ну, я думаю, что, наверное, пока так и будем. То есть вам так комфортно? Да. Комфортно. А вам? Ну, так как бы попроще. Собраться, поехать. После хора. А, в этом все. Весь форта пока вывезем. Да, да. Тут раз, и все. Вы уж понимаете, надо же репетиции. Время, у всех люди, семьи. Не могу, конечно. Творческие планы, чего у вас сейчас готовятся. Может быть... Вы, кстати, пишите какие-нибудь концерты, я имею в виду, где-то выкладываете свои... Ну, у нас соцсети так вот освещают нашу... Трудовую деятельность. Трудовую деятельность, да, да, да. Ну, а так вот в соцсети. То есть живьем работаете для людей. Да. Это здорово. Напомню, что у нас сегодня в гостях Евгений Щепилин и Сергей Брянский, ансамбль русской песни «Китиш». И что мы услышим в финале? Я сейчас вас, значит, приглашу спеть нам в финале. Что это будет? Вы знаете, когда вот нам позвонили по поводу сюда, чтобы мы приехали сюда, было озвучено, что тема у нас будет касаться не только русских песен, но и советских. И в этом плане, вот мы, так как мы поем не только русский, но и советский в том числе... Расширим горизонт. Да, нам хотелось вот именно на финал спеть песню замечательную «Я люблю тебя, жизнь». Ну, кто же будет... Я думаю, что все сейчас готовятся и будут подпевать. Спасибо вам большое. Наша программа «Открытый диалог» закрывается сегодня с замечательной песней «Я люблю тебя, жизнь». Прошу. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не нова. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. На воду жук, ты разожглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, Жизнь полей и равнина морская. Мне интересно давно Ты бескорыстная дружба мужская. Звони кожи до огня, Так я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, Поцелуй полумрак на рассвете И вершина любви Это чудо великое дети Вновь мы с ними пройдем. Поустанки, вокзалы, причалы Будут внуки потом Все опять повториться с начала. Ах, как воды летят, Мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, А в ноги мы тебя защищая. Ах, как летает жизнь Ворозь USDA Я люблю тебя жизнь И надеюсь, что это такое. Ах, как летает жизнь Ворозь 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 Я люблю тебя жизнь И надеюсь, что это взаимно